В этих живописных местах рыбаки любят посидеть с удочкой. Однако уже несколько лет, с 2013-го, у них нет такой возможности. Арендатор ставка запрещает вылов рыбы, за исключением небольшого участка, который находится в непригодном состоянии. Здесь очень мелко и рыбы почти нет. По воде участок ограждает металлическая сетка, которая существенно ограничивает движение рыбы из другой части водоема. Как бы назвать, я даже не знаю, звалища, звалища, не могут. Боремся 4 года за то, чтобы можно было рыбачить на нашем фириальском вставке. Когда в 2007 году отдали вставок в аренду, с тех пор тут у нас постоянно конфликт на этой почве. Значит, арендатор не разрешает нам ловить, не любительский, не оплату, а говорит, что это его вставок, и он может что хотеть, то и робить. Арендатор вставка заявляет, что в сложившейся ситуации виноваты сами рыбаки. Отведенный участок в конце вставка, это по желанию жителей, два года назад мы отвели, там зарыбляли, но факт такой, что еще в запрет данные люди рыбачили там с нарушением правил рыбалки, то есть с лодок, на много удочек ловили рыбу всю подряд. И пришел момент, что там рыбы стало мало, остался нам мусор и, как говорится, без рыбы. Уже на нынешнее время там ситуация такая, что они там не хотят рыбачить. Рыбаки же все обвинения отрицают и заявляют в ответ, что уборкой территории не занимается сам арендатор. К тому же на сегодняшний день он имеет лишь продленный договор аренды земли. Аренда водных ресурсов до сих пор не продлена. При этом промышленные мощности предприятия арендатора до сих пор находятся на водоеме. Несмотря на неопределенный юридический статус, Валерий продолжает настаивать на запрете вылова рыбы. В ситуацию вмешались представители областной и районной государственных администраций. Чиновники предложили сторонам конфликта заключить меморандум. «Досягнуто домовленостей з керівництвом, з орендарем та з громадською організацією щодо необхідності заключення меморандуму. Зараз сторони будуть займатися технічними сторонами цього питання, готувати свої пропозиції. Є юридичні казуси в документації, про це також ми розбираємось. Сьогодні виїхала екологічна інспекція, склала акти порушень, які будуть передані далі компетентному дружному». Также представители райгосадминістрації обязали арендатора навести порядок на территории водоема и устранить нарушения природоохранного законодательства. Рыболовецкое общество вырабатывает конкретные требования и в следующую среду представит их на трехсторонній встрече с участием чиновников. Если мировую подписать не удастся, то стороны конфликта ждут судебные тяжбы. Мы будем следить за развитием событий. Константин Гречан и Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.